В пришкольных лагерях с дневным пребыванием для школьников организовано двухразовое питание, обогащенное витаминами и минералами. В первую очередь организаторы старались охватить детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего в них отдохнули 750 школьников. Каждый день проводятся разные игры. В актовом зале концерты делают. Мы обычно собираем свою команду и играем в баскетбол-спортзале. Это кладь из всяких пакетов. Ее прицепляли скотчем и вот этим белым двусторонним скотчем. Я буду участвовать в конкурсе мотереев и ведись в игры. Помимо игр мы занимаемся к ВПРу, готовимся по русскому, по математике и по окружающему. Но это не сложно. Очень интересно даже. Утром я иду в лагерь, а вечером после лагеря, в будние дни я играю в компьютер и занимаюсь своими делами. Отделом физической культуры, спорта и молодежной политики совместно с Центром занятости населения было открыто трудовое объединение. Благодаря этому направлению в каникулы были трудоустроены 15 детей от 14 до 18 лет из малообеспеченных семей. Дети работают 5 дней по 2 часа в день. Работа заключается в благоустройстве города. Главными задачами на этот трудовой лагерь является очистка скамеек от снега, уборка крупного мусора и очистка площадки от снега под установку антивандальных тренажеров. В конце рабочей недели дети получат зарубную плату. Подобные трудовые объединения нашим отделам проводятся очень часто. Таким образом, за прошедший год нами было трудоустроено более 200 детей. 30 из них были открыты трудовые книжки. На следующий квартал у нас запланировано еще 3 трудовых объединения с общим охватом на 60 мест. Одним из наиболее крупных мероприятий этой весной станет республиканский форум продвижения. Участники от 18 лет смогут представить свои проекты. Летом будет работать туристический профиль на лагере с двухразовым питанием. В программе спортивные состязания, игры и многодневные походы. Также детей приглашают в пришкольные лагеря, трудовые объединения, профильные лагеря и дворовые площадки. Редактор субтитров А.Семкин